В Ярославле сегодня побывал еще один высокий, причем в буквальном смысле слова гость. Если Сергей Миронов относится к политическим тяжеловесам, то гигант Николай Валуев в политике новичок. Экс-чемпион мира по боксу Рингу предпочел зал заседаний Госдумы. В качестве федерального депутата он сегодня побывал в городе. Яна Хромова попыталась помериться с Валуевым ростом. Николая Валуева сегодня было видно издалека, причем не с рекламных плакатов одного из операторов связи. На русского гиганта почти все смотрели снизу вверх. Рост 2 метра 13 сантиметров о многом говорит. В Доме культуры строителей на пятерке сегодня можно было получить автограф у мировой знаменитости и знаменитости местной. Очередь из пенсионеров и школьников к Николаю Валуеву и Евгению Урлашову растянулась на весь холл. Одна из целей визита Николая Валуева в Ярославль – популяризация спорта. За спортивную инфраструктуру идет оздоровление людей, которые здесь живут. Занятие их досугового времени – это очень важно. Я понял, что очень не хватает объекта, связанного с водой. То есть нужен бассейн. Сегодня особенно важно попасть в программу «500 бассейнов», знаете, да? Я надеюсь, что чем-то смогу тоже помочь. Есть ряд целевых программ, куда мы хотели бы попасть. Понятно, что есть программа, например, по развитию футбола до 2015 года, если не ошибаюсь. Есть программа просто по развитию спорта и многие другие. Но Николай Сергеевич – известный спортсмен и депутат Государственной Думы Российской Федерации. И, естественно, от его приезда мы ожидаем в том числе помощь для города Ярославля через его депутатскую работу, возможно, через лоббирование города Ярославля. Хотя я понимаю, что к нему обращаются, наверное, сотни людей с такими просьбами, но грех этим не воспользоваться. Экс-чемпион мира из большого бокса шагнул в большую политику в декабре прошлого года. В Госдуму Валуев попал по списку «Единой России». Профессиональный боксер в политике пока любитель, но в новой сфере уже осваивается. Если бы я вам сегодня сказал, что я себя чувствую как рыба в воде, наверное, я в этом случае бы, наверное, слукавил. Конечно же, та деятельность, которой я сейчас занимаюсь, и то спортивное прошлое, и активная, скажем так, спортивная деятельность, они несколько отличаются. Слабо говоря, да, несколько. Если я чувствую в себе потенциал и заряд, а я его реально чувствую, желание не только работать, но еще при этом самообучаться и по-настоящему способствовать тому, чтобы Россия по-настоящему реально была великой страной, я все для этого сделаю. Валуев шутит, что работы в политике не меньше, чем в спорте. А вот вреда для здоровья даже больше. По боксу, признавался сегодня депутат, он очень скучает. Но на ринг возвращаться не собирается. Планы по кино и бизнес-проектам, говорит, из-за ухода в политику тоже пришлось это двинуть на второй план. Статус депутата не позволяет мне какой-то бизнес открывать, это раз. А еще я бы сказал, что на это просто нет никакой возможности и времени. Сегодня, в первую очередь, конечно же, это инициативы законодательные, с которыми я шел от региона, от Кузбасса, это раз. Второе, очень много времени приходится посвящать пропаганде здоровой жизни и реальной работе на этом поприще. Потом у меня еще немалый пласт работы на развитии русского хоккея. Ну, это как в конве спорта, я бы так сказал. Нельзя забывать о школах, которые я открывал. На семью тоже времени не хватает, сетует многодетный отец. Поэтому совмещает хобби и общение с домашними. Допустим, грибы, то с семьей по грибам. Рыбалка, охота, стараюсь их с собой в том числе забирать, чтобы это было всем интересно. В Ярославле Николай Валуев впервые. Но, как выяснилось, его предки по материнской линии родом из нашей области. Прапрадед супертяжеловеса золотил маковки церквей. Яна Хромова, Михаил Орлов, Городской телеканал.